добрый день рада приветствовать вас на своем канале сегодня у меня небольшие такие пересадки фиалочные решила записать видео так что кому интересно приглашаю значит для начала вот начну вот с этой вот фиалочки это сорт ле лейла я хочу этой розетки заменить фитиль хочу заменить фитиль с вот этой ниточки акриловой до для вязания на синтетическую нить вот такой вот это хозяйственный шнур вот значит многие свои фиалки я уже попереводила на такие нити почему я решила постепенно потихонечку а так отказаться от акриловых нитей значит многие знают да кто смотрит мои видео что я фиалки свои в последнее время пробую выращивать в чистом торфе без добавления разрыхлителя и хочу сказать что многие фиалочки вот с акриловыми нитями на фитильном поливе начали в общем то у меня замокать вот слишком много влаги тянет это такая нить она хороша для перлита для грунта с перлитом до с пенопластовыми шариками но вот для чистого торфа не очень поэтому я решила попробовать фитильные нити из хозяйственных шнуров вот и мне в общем то понравилось на вернее не мне моим фиалка вот этих замоканий стало намного меньше если все правильно делаешь не спешишь ставить на фитиль фиалочку дожидаешься пока корни там хорошие уже будут то в общем то никаких проблем не возникает вот поэтому те фиалки в особенности те фиалки которые у меня в чистом торфе я поменялась фитильки единственный минус этого фитиля если вдруг вы забудете не успеете долить воду в фитильную емкость и ваша фиалка пересохнет то в общем то этот фитиль может не заработать вот то есть его не нужно пересушивать вот запускать такие фитили тоже нужно обязательно их смачивать то есть если акриловую ниточку можно я часто использую даже сухую предварительно не смачивая до достаточно того что грунт влажный и она хорошо тянет воду в последующем то вот с такими ниточками обязательно нужно фитиль запускать то есть смачивать я у меня вот такая вот чашка и в общем то у нас здесь фитильки в воде постоянно предварительно я их простирала и потому что вот эти фитильки вернее эти шнуры и да они часто бывают с пропиткой и в общем то нужно обязательно стирать я под теплой водичкой под краном простирывая с мылом и все хорошо так все фитиль поменяли все эту фиалочку я отставляю так дальше дальше так вот такую красоту я хочу пересадить я сейчас не буду вам рассказывать сильно что это это трейлер с прищипнутой верхушкой значит до этого я пробовала использовать тоже такие живота нити хозяйственные но они тоньше они неплохо тянут воду тоже но вот они пересыхают поэтому поэтому нужно все-таки потолще шнур вот значит вот эту красоту я хочу сперли то сейчас пересадить вторфы и вот в такое кашпо хочу пересадить так как это трейлер кашпо это маленькая здесь всего 150 грамм грунта помещается в это кашпо ну для такой вот детки в общем то вполне объема будет достаточно тем более на фитильном поливе значит отклеиваем эту штучку переклеиваю сюда чтобы не потерять название сорта вот так здесь еще давайте посмотрим вот такой вот налет на грунте вот недавно девочка мне писала ватсапе испугалась что это мученистый червец девочки это не мученистый червец это осенью весной такое бывает когда температура в помещении нестабильная вот еще как бы и отопление не кто включая что выключаешь вот поэтому может появляться вот такой вот налет на грунте это ничего страшного это результат переувлажение влажности воздуха ну и конечно если вы заливаете фиалки свои что такое тоже может быть это как первый знак о том что нужно наладить олив а так целом вот этот налет он фиалочки не мешает и это не мученистый червец мученистый червец он выглядит по-другому так вот такой вот перлитом у меня был крупный смотрите какой хороший был перлит вот сейчас его такого перлита уже нет но хочу сказать что корни в перлите никудышные вот они тоненькие слабенькие торфе конечно корневая намного лучше я сильно не буду немножко так отряхнул так надеюсь он более-менее видно да что я показываю так теперь сюда на дно грунта у меня чистый торф торфа такой крупновато это у меня фракция торфа такой вот рыхлый рыхлый хороший так и сюда вот устанавливаем фиалочку по центру и досыпаю грунт грунт слегка увлажнен то есть он не сухой я никогда не использую уже говорила еще раз повторю сухой грунт укореняю листья отсаживаю деток пересаживаю взрослые фиалки у меня грунт всегда влажный в меру влажный вообще так даже лучше если вы используете сухой грунт и потом при первом поливе в общем-то очень часто растение заливают грунт уплотняется теряется воздушность поэтому могут пропадать укорененные листики и могут детки пропадать поэтому нужно грунт предварительно увлажнить даже вот обратите внимание вот многие да кто снимает видео кто просто там пишет статьи разные как ухаживать правильно за фиалочками и грунт у всех увлажнен предварительно так все фитилек у меня влажный поэтому я сейчас подберу фитильную емкость и сразу поставлю на фитиль вот эту фиалочку вот поставлю сразу на фитиль и в течение суток от суток до трех буду наблюдать возможно на какое-то время то есть сниму светиль а вот сутки на фитиле будут стоять потом на сутки сниму пока фиалочка адаптируется ну в общем то вот так вот на матах с вот такими фитиль в общем-то пересыхают грунт вот такие фитильки для матового полива не подойдут однозначно уже проверено так еще хочу пересадить вот этого красавца смотрители шотландский вереск вот такая красота тоже буду пересаживать в кашпо здесь у меня не в чистом торфе здесь торф солид и немножко пенопластовых шариков у меня там со старых запасов пенопластовые шарики остаются еще есть поэтому иногда я использую пенопластовые шарики вот так будут пересаживать методом перевалки вот немножечко тоже вот это белый налет стряхнула так здесь еще подсниму вот этот листик с нижнего ряда немножко заглублю стволик 2 листика все так чистенькая ой все полетела все падает так ниточка поэтому мне не тут без дырочек взяла кашпо кстати вот эти кашпо 150 миллиграмм объем покупала на валдоверисе 5 штучек 200 рублей 199 рублей ну как бы недорого для трейлеров такие кашпо идеальные для мини трейлеров для полу мини маловаты а вот для мини самое по для фитильного полива и смотрятся симпатично вот и по объему очень хорошо все подходит так шотландский трейлер свел уже у меня очень красивый трениручек но потом на него был большой спрос в общем-то я его размножала и сейчас переращиваю заново вот сначала растет сам кустица вообще вот не требует никаких вмешательств трейлер то есть формировать вот шотландский вереск не нужно совершенно я пробовала там что-то умничать формировать его но скажу честно только рост тормозится вот лучше не трогать его он сам вот видите пасынкуется сам куститься освещение можно немножко с помощью освещения регулировать вот эти пасынки как растут чтобы они вытягивались больше и чтобы не ежиком был кустик а все-таки чтобы он больше был такой рыхленький ну а там кому как нравится не нравятся допустим такие более рыхлые розетки трейлеров чтобы там все видно было есть тебе летчики листочки цветочек они когда она там все забитая далеко мне доставать то бы я вам показала вот какие трейлеры я не люблю так все шотландский вереск где-то моя подписная палочка вот пока что я не люблю вообще вот такие вот палочки но используя грунт вот при посадке не уплотняется вот как он есть так он и есть как он лег уложился так и лежит так все вот такая красота листики вот смотрите какие пестренькие блестящие таким серебристым отливом зацветет покажу но может кто-то знает как цветет вот и все на сегодня кому было интересно ставьте лайки пишите свои комментарии мира добра и благополучия всем пока пока